Дмитрий Мартынов Ефим Билинский Может Михаил Водопьянов? Василий Молоков Героев войны, которыми названы улицы города, очень много есть А что если выбрать улицу, в названии которых заключены общие подвиги красноярцев? Ну например, 78-й добровольческой бригады Действительно, ведь 78-я добровольческая бригада была сформирована на нашей красноярской земле Интересно, насколько хорошо красноярцы знают об этом? Ну что, предлагаю углубиться в историю, я только за 1942 год, враг наступает, не хватает человеческих ресурсов По всей стране стали появляться сталинские добровольческие бригады Наша по порядку стала 78-й Сформированная за две недели бригада отправилась на Калининский фронт Она скрытно построила зимнюю дорогу в 200 километров и перешла в ожесточенный бой с противником Едва обученные военному делу добровольцы противостояли элитным частям СС Домой вернулся лишь каждый 13-й В память о тех, кто воевал в 78-й добровольческой бригаде По предложению Красноярского городского совета ветеранов войны и труда Одна из улиц жилого массива аэропортной невзлетка была названа в их честь Улица знаменита ландшафтным парком, храмом, деловым центром, который вошел в список 101-го самого высокого здания России Современные постройки знакомы горожанам, насколько хорошо они знают историю ее названия Что за 78-я добровольческая бригада? Кто это? Ну это бригада, которая находилась на 3-м мировой войне В честь бригады строителей 78-й добровольческой бригады А что это за бригада? Ээээ... не знаю Это, по-моему, какая-то героическая была бригада, которая там на войне что-то сделала Ну я читала, просто забыла Немногие смогли блеснуть эрудиции Неужели подвиг добровольцев забыт? Света предвидит твой вопрос, отвечу Больше всего об этой истории знают ученики 85-й школы На этом месте в 1942 году формировалась бригада сибиряков Каким образом теперь пытаются сохранить память об этом подвиге, сейчас и узнаем В школе есть музей славы 78-й добровольческой бригады Где берегут фотографии, письма, личные вещи солдат В честь праздника победы школьники и учителя решили поздравить родственников павших героев Ольга Попова совсем недавно узнала, что она внучатая племянница Алексея Сосновского Из семейных реликвий только фото Школьный музей помог собрать нужную информацию о предке Мне очень приятно и очень интересно, что есть куда прийти и узнать больше и о нем И увидеть его портреты, и увидеть эти приказы награждения, узнать про подвиг Я ничего этого вообще не знала никогда И что люди сохранили эту информацию, и что эту информацию я теперь могу получить и дальше сохранить Это уже мое генетическое древо, это для меня очень важно и очень всем здесь благодарна Вот это вот знамя Красноярский крайком партии вручил командованию бригады перед отправкой на фронт Рассматривали все качества человека, и физические, и здоровье, и моральные качества И не случайно половина состава этой бригады были коммунисты и комсомольцы Из 28 тысяч красноярских добровольцев прошло строгий отбор только 6 тысяч Именно здесь, на месте этой стеллы, и был сбор тех, кто отправился защищать Родину 12-метровая памятная стелла установлена на месте гарнизонного полевого лагеря Это был отправной пункт солдат Добровольцы понимали, что идут на верную смерть Потери 78-й добровольческой бригады в операции «Марс» составили 75% личного состава В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски В Сибири не было войны, но славилась Сибирь полками И сердце Родины Москвы пришлось прикрыть сибириками Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова